Под усиленным наблюдением и воздушные рубежи. Благодаря службе отряда пограничного контроля Минск в Беларуси обрывается путь нелегальных пассажиров и даже преступников. И сегодня у сотрудников погранотряда профессиональный праздник. Каких нарушителей чаще всего ловят в Минском национальном аэропорту и как их вычисляют белорусские пограничники? Репортаж Виктория Радевич. Минский национальный аэропорт. Апрель этого года. Попасть в Беларусь нелегально пытаются сразу двое граждан Турции, прилетевших рейсом Баку-Минск. По время оформления документов белорусские пограничники сразу распознали подделку. Страницы с установочными данными были заменены. В последующем за незаконное пересечение границы им пришлось заплатить крупный штраф. И таких проблемных пассажиров за этот год в Минском аэропорту побывали уже почти десяток человек. Зачастую в толпе не так уж и легко выявить нарушителя. Если человек стоит и не нервничает, это понятно, что у него все хорошо. Но есть люди, которые, допустим, вот он стоит, сначала он постоял у меня в очереди, потом он пошел к другому человеку в очередь. Причем он стоит и активно наблюдает за действиями контролера. Он не просто стоит, рассматривает аэропорт или ковыряется в телефоне. Он активно смотрит, как проверяют документы. И если такое поведение у человека замечено, значит, скорее всего, с ним что-то не так. Старший контролер Виктория Куделич служит в отряде пограничного контроля Минск уже 8 лет. На ее счету уже трое недобросовестных путешественников. Все они были гражданами Грузии. Что неплохой результат для опытного сотрудника, рассказывают в отделении погранконтроля. Каждый день в аэропорту принимают более двух десятков самолетов и около трех тысяч пассажиров. У сотрудника пограничной службы отведено до двух минут на проверку паспорта гражданина Республики Беларусь и до трех минут на проверку паспорта иностранного гражданина. Аэропорт работает над тем, чтобы находить новые страны, куда можно полететь гражданам Беларуси, кого можно пригласить в нашу страну. Соответственно, сейчас поток немножко увеличивается. Профессиональные навыки – это плоды большого проделанного труда, а еще каждодневного ритуала. Перед тем, как заступить на службу, пограничники проходят специальный тест по идентификации внешности из десяти вопросов. В каждом по две фотографии человека из документа и реальное. Нужно их проанализировать, сопоставить и дать ответ. Можно пропускать пассажира или есть подвох. Могут попадаться дети, либо молодые девушки, которые делали какие-либо операции. То есть сложно заключается в том, чтобы определить, это человек, либо не это человек. Также мы проходим тест общий по законодательству английскому техническим средствам пограничного контроля и пропуску стран, с которыми у нас заключены соглашения, также международные договора. Самая сложная поделка, с которой мы столкнулись, это внесение изменений фотоизображения в документе. То есть когда изображение не удаляется, не смывается, на имеющееся фотоизображение допечатываются какие-то отдельные элементы внешности, корректируется внешность для того, чтобы человек был максимально похож на изображение в документе. Чисто технически здесь все просто, но сложнее такие поделки заметить. А потому они вызывают особый интерес у специалистов, занимающихся специальной проверкой документов. Рассчитывать только на компьютерные приборы, признаются специалисты, не стоит. Например, запутать могут близнецы, технику, но не подготовленного сотрудника. Обстановку на государственной границе Республики Беларусь назвать простой нельзя. Она постоянно изменяется. И требует от каждого военнослужащего органов пограничной службы сосредоточенности, хорошей физической формы, готовности и способности принимать верные, быстрые решения. Мастерство, совершенное владение специальной техникой, информационными технологиями, хорошая психологическая подготовка – это основные черты сплоченного воинского коллектива, отряда пограничного контроля Минск. Свой высокий уровень профессионализма и отличную подготовку белорусские пограничники успешно демонстрируют и во время масштабных международных событий в стране. Буквально недавно это был славянский базар, а теперь принимает гостей мультимедийный форум. Беларусь уже давно во всем мире известна своим гостеприимством. Для примера участников вторых игр стран СНГ белорусские пограничники были готовы встречать уже практически за месяц. Каждого из таких пассажиров у нас принимают без визы. Как и гостей почти из восьми десятков стран мира. В этом плане, можно сказать, наша страна самая открытая. 78 лет успешно ловят нарушителей границы в главной воздушной гавани страны специалисты самого большого подразделения отряда пограничного контроля Минск. Меньшая по численности есть в аэропорту в Могилеве. И хотя часто их работа остается в тени, но безопасность, которая выходит далеко за пределы воздушной гавани, это в том числе их заслуга. Виктория Радевич, Иван Мозго, агентство теленовостей.